предыдущей части нашей серии уроков по созданию игры космического приключения я обещала что мы сейчас уже сделаем локацию размножим наши астероиды но прежде чем это сделать давайте еще добавим небольшую функциональность конечно здорово что космический корабль может сталкиваться с астероидами и терять жизни но это как-то не совсем справедливо давайте сделаем еще чтобы наш космический корабль мог их расстреливать для этого нам понадобится еще один спрайт из папки images и projectiles снаряды здесь есть несколько разных вариантов снарядов я буду следовать тому что предлагается в туториале но вы можете выбрать любой вид снаряда добавляем тоже в иерархию можем немного приблизиться но это не очень удобно поэтому я все-таки сдвинул наш спрайт чтобы увидеть его поближе и теперь нам нужно настроить его таким образом чтобы мы могли им стрелять чтобы он мог попад попадать в цели и прежде чем это сделаем мы должны сделать его физическим объектом который воздействует на другие объекты для начала добавим коллайдер и коллайдер нам нужен в этот раз уже капсул коллайдер нам не нужен полигон коллайдер потому что форма данной пульки она такая вот в виде капсулы здесь можно выбрать вот вертикал хоризонтал нам подходит вертикал нам необходимо немножечко этот коллайдер подкорректировать сделать его немножечко тоньше поэтому можно нажать вот на эдик коллайдер и вот так вот его подогнать либо использовать параметр сайс вот здесь вот по иксу сделала чуть потоньше и сейчас по игреку поменьше ну вот примерно так это тоже можно определять уже исходя из геймплея насколько точно должно быть попадание ну примерно так и еще этот коллайдер у нас будет являться триггером потому что мы будем сталкиваться с другими объектами нам нужно будет знать с какими конкретно мы объектами столкнулись и соответственно их уничтожать поэтому нам необходимо триггер и также при столкновении уничтожаться будет и сама пулька поэтому будет из триггер насквозь другие объекты которые не поражает этот пулька она даже может и пролетать нам также нужно добавить компонент рейс баде поскольку это все-таки физический объект 2d это же у него убрать гравитацию 0 поставить и теперь для того чтобы наша пуля начала как-то функционировать нам нужно добавить компонент будет атрибут вот такой вот будет это будет говорить нам о том что поле которое будет касаться будет обрабатываться пересечении или касание этой пульки с другими объектами и здесь вот сказано что плеер будет как бы отправной точкой и у плеера у нас напомню есть т.плеер поэтому с пересечения с ним будет обрабатываться немножко по-другому ну либо никак не будет обрабатываться всеми другими будет поражаться цель так у нас уже почти все готово нам теперь надо подумать о том что таких пуль может быть много то есть они будут спавниться да то есть автоматически генерироваться поэтому нам сейчас нужно из вот этого подготовленного объекта поле сделать префаб каким образом мы заходим в папку префабс и из окна иерархии сюда просто затаскиваем вот теперь у нас есть префаб упакованный объект со всеми необходимыми компонентами и настройками и со сцены теперь мы эту пулю можем удалить не забываем сохранять сцену это полезно сейчас нам необходимо создать некую точку из которой наши пули будут вылетать эта точка понятно будет у нас в нашем космическом корабле поэтому вы выбираем космический корабль нажимаем на нее правую кнопочку мыши и выбираем пункт create empty это пустой объект который является сразу дочерним назовем его например лазер object и для того чтобы эта точка воспринималась скриптами нам необходимо добавить компонент object shooter опять же если у вас возникает вопрос откуда я это знаю я следую по туториалу по описанию а если бы я этого не знала мне бы пришлось считать руководство и у этого компонента есть ряд настроек во первых есть клавиши на которые мы нажимаем при стрельбе но например какую клавишу будем нажимать возьмем например w это удобно мы управляем кораблем поворачиваем и w стреляем дальше мы должны задать направление стрельбы здесь написано 11 то есть вот так вот по диагонали а нам нужно по вертикали поэтому мы делаем x0 и вот у нас будет выстрел производится по вертикали нам нужно задать какой объект будет вылетать спаунится а наш объект это как раз таки вот этот вот лазер поэтому мы его берем и сюда добавляем то есть мы добавили prefab который будет вылетать из определенной точки но и осталось позиционировать эту точку вот так вот в нос корабля нашего откуда будут вылетать наши пули поскольку эта . вот смотрите если выберу космический корабль но в принципе здесь за счет того что есть гизма можно увидеть но в принципе эта . которая никак не отрисовывается и обычно еще задают иконочку вот например так то есть теперь я эту точку вижу хорошо вот где у нас ее начало ну что можно даже уже протестировать давайте нажмем play и теперь я нажимаю w и вот летят пули они летят с определенной скоростью и с определенным интервалом которые тоже можно регулировать например можно увеличить скорость например вот так вот теперь они летят быстрее можно изменить creation rate это интервал между которым может появляться новые пуля допустим если сделать меньше то у нас будут более частые очереди если сделать больше то вот я нажимаю w и пока время не пройдет вот видите целых семь секунд конечно это многовато допустим одну секунду вот сколько бы я не нажимала вот видите по одному выстрелу то есть вот эти вот числа можно отрегулировать я работала в режиме play поэтому меня ничего не сбилось все вернулось назад но вот скорость допустим я хочу увеличить creation rate меня вполне устраивает хотя может быть хочется более частые очереди поэтому поставим 03 давайте проверим ну вот достаточно часто они летят вполне хорошо сохраняем сцену теперь чтобы мы могли поражать наши астероиды давайте вот чтобы не было легче управлять выполнить у меня с управлением не очень вот смотрите сейчас если я запущу и попробую стрелять то лазер наши пули летят мимо астероида и никак его не роняют давайте теперь этому астероиду поставим нужный компонент скрипт который будет отвечать за то что при попадании в него пули нашего лазера астероид будет исчезать для этого нам тут орили предлагается добавить копать компонент до строю по поэнс вот этот компонент давайте попробуем протестировать с теми настройками которые здесь есть вот наш астероид погиб и при этом смотрите еще раз внимательно у нас подсчитываются очки смотрите скоро 0 теперь когда мы попали в один астероидов скоро один но у нас будет дальше еще геймплей развиваться и очки мы будем зарабатывать не уничтожением астероидов хотя вы можете сделать именно так еще другим образом поэтому здесь мы поставим 0 для того чтобы не подсчитывались очки как вы понимаете здесь можно поставить любое другое число 2 допустим давайте поставим 5 и 4 ну давайте 5 если мы запустим то сразу мы получим 5 очков и мы победили почему потому что у нас в пользовательском интерфейсе задано что нужно набрать 5 очков для победы то есть вот этого число тоже можно будет регулировать давайте все-таки здесь поставим 0 потому что еще раз повторю геймплей будет немножко другой сохраняем сцену и уже следующем уроке в следующей части мы сделаем размножим астероиды тоже если кто-то сейчас поймет что я говорю это можно сделать с помощью префабов то есть у нас уже наши объекты содержит энное количество компонентов которые нам могут быть полезные для того чтобы не повторять все выполненные действия по добавлению нужных компонентов мы создадим префаб и расставим астероиды на сцене кто понял можете сделать самостоятельно кто не совсем понял встретимся в следующем уроке